Бисмиллахи рухмани рухим. Шариатское решение относительно празднования дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Празднование дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, одно из желательных действий. Выполнившего его ждет награда. Отказавшийся от этого не будет наказан. Празднование дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, становится обязательным, если это повелевает правитель. А родители или люди нуждаются в этом, чтобы в своих сердцах взрастить любовь к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, особенно в сердцах детей. Вопрос. Каков довод в пользу дозволенности возвеличивания дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Это то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, возвеличивал понедельник и каждую неделю отмечал его тем, что в этот день соблюдал пост, потому что в этот день он родился, да благословит его Аллах и приветствует. Передается со слова Бик-Атады, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда его спросили, почему он постится по понедельникам, сказал, в этот день я родился, и в этот день мне было неспослано первое откровение, муслим. Это неопровержимое доказательство того, что празднование дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, имеет истинную основу. Это в своей сущности желательное, рекомендуемое действие, и собираться на этот праздник – желательное действие, потому что тем самым возвеличивается пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Люди побуждаются к любви к пророку, следовать его сунне, перенимать его благородные нравы, да благословит его Аллах и приветствует. Вопрос. Что включает в себя празднование дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Празднование дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это ряд богоугодных деяний, которым призывается и побуждает священный Коран и благородная сунна, а именно чтение священного Корана, поминание Всевышнего Аллаха, зикруллах, чтение салавата в пророку, да благословит его Аллах и приветствует, изучение его чистой сиры, биографии и разъяснение его превосходных нравов и достоинств. Также на Мавлиде празднование дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, слушают нашиды, восхваляющие пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и выражают радость и любовь пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Все это – поклонение, за которое совершившего его ждет воздаяние. Вопрос. Запрещал ли пророк, да благословит его Аллах и приветствует, или кто-либо из подвижников, таби Айнов, праздновать день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Нет ни единого хадиса, запрещающего празднование дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ни от кого из подвижников, таби-аинов, не передается о запрете Мавлиды, а то, что в их времена не отмечался день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не является доводом для запрета празднования дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Для этого необходимо, чтобы они заявили об этом, запрете празднования дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А этого они не говорили. Вопрос. Разве такое празднование дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сопровождающееся пением нашидов, проповедями не является бедатом нововведением? Празднование дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это хорошее новшество. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, побуждал к видению хороших новшеств и запрещал вводить в религию плохие нововведения и сказал. Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе, получит за это награду, а также награду тех, кто станет совершать это досудного дня. Тот же, кто положит начало какому-нибудь дурному обычаю в исламе, понесет на себе как бремя самого этого греха, так и бремя грехов тех, кто станет совершать это досудного дня. Муслим. Сунна. Путь следования. Новшество бывает благим, одобряемым, если имеет религиозную основу. Например, наш повелитель Умар, да будет доволен им Аллах, совершал коллективный намаз Таравих, хотя наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не совершал его. Хадис, всякое новшество, заблуждение, не является доказательством о несостоятельности хорошего, одобряемого новшества. Нельзя опираться только на один этот хадис, потому что этот хадис связан с предыдущим хадисом, тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе. Вопрос. Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе, получит за это награду, а также награду тех, кто станет совершать это до судного дня. Вопрос. Когда начали праздновать день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. День рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, начали отмечать в VI веке по хижре. Ахлю сунна валь-джамаа в Масуле во время правления султана Нуриддина Аз-Занкии. Это был правитель, воевавший против крестоносцев, стремившийся возродить сунну и искоренить новшество. В это время ученые сошлись во мнении о дозволенности празднования дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А единогласное мнение ученых, мучтахидов, относительно какого-либо вопроса является доводом, делающим обязательным следовать этому мнению и выполнять его и исключает разногласия в этом вопросе. Вопрос. Выносили ли кто-либо из крупных мусульманских ученых-имамов фетву о дозволенности празднования дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Из них Суютый сказал в Хави лил-Фатава, Шейх Мухаммад Абуль-Худа Аль-Я'уби Субтитры создавал DimaTorzok